МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне еще бабушка наказывала помнить, что основа всему труд. Кто не трудится, тот и не живет вовсе, просто прожигает время зря. Старые люди выдумывать не станут, они всегда говорят, как есть. Сынам и дочкам своим наказывают, трудиться, не лениться, да в мире жить! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, что нас окружает, создано трудом человека. Сколько сил вкладывают земледельцы в хлебную ниву. На протяжении многих лет Лобинский район занимает призовые места по уборке зерновых и зернобобовых культур. Аграрии – это те люди, которые не понаслышке знают, какова настоящая цена хлеба. Кто в полях его растит да убирает, кто на заводах печет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развивается в районе и животноводство. Наращивается поголовье крупнорогатого скота в крестьянско-фермерских хозяйствах. В проекте у нас достаточно большой объем поставок крупнорогатого скота разных пород и мелкого рогатого скота. Богата наша земля и другими талантами. Кто масло бьет, а кто и торговлей занимается. Фермеры поставляют на прилавки десятки видов молочной и мясной продукции, экологически чистых овощей и фруктов. Выращиваем экологически чистый продукт. Для нас это как место для торговли, то есть очень важно. Рады видеть клиентов, щедро будем поставлять ягоду, насколько это возможно. Для общества важны все профессии. Чтобы лобинцев встречали чистые улицы, с раннего утра на их уборку выходят сотрудники коммунальных служб. Вовремя добраться на работу нам помогают водителям, подавая автобусы по расписанию. Целая армия педагогов и воспитателей обучают, опекают и развивают подрастающее поколение. Учитель воспитывает ежедневно, ежечасно своим поступком, своим личным примером. Учитель должен не только обучать своему предмету, он должен воспитывать настоящего гражданина, научить его жить в обществе, взаимодействовать с разными людьми, в разных ситуациях. Искусство здесь всякое в почете. Традиции и обычаи берегут лобинцы. Духовно богатеют, да землю свою, как мать, почитают. А заболеет кто? Врачи в больнице лечат. Для сельских жителей строят офисы врачей общей практики. В этом году такие офисы появились в куторах «Первая синюха» и «Сладкий». Начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи. Квалифицированную помощь получат женщины в новом отделении патологии беременных. Там будет и отделение патологии беременных, и двухэтажное здание гинекологическое, и рядышком роддом. Все это будет сообщаться, чтобы было удобно нашим пациентам, беременным женщинам, потому что, чтобы все это было в одном месте. Все больше лобинцев ведут здоровый образ жизни. В несколько раз в районе увеличилось количество массовых спортивных мероприятий. Открываются новые спортивные и детские игровые площадки. Прививают любовь к спорту и здоровому образу жизни профессионалы своего дела. Большое внимание уделяется развитию детского, юношеского и вообще взрослого спорта. Примерно более ста человек у нас, как правило, входит в сборную команду Краснодарского края. Есть представители и в сборной команде России. Конечно, мы желаем, чтобы среди нас, жители Лобинского района, появились и наши олимпийцы. И мне кажется, что вот это направление при тех темпах, которые сейчас в развитии спорта взяты, обязательно сбудется. Год от года краша Лобинский район, потому что каждый человек на своем месте старается пользу принести. Быть достойным своих великих предков, свободу отчего края отстоявших. Строятся дороги и тротуары, открываются новые парки и скверы. Много сделано было, и впереди славных дел немало. Оглянитесь вокруг, красота-то какая! И создана она твоими руками человек труда. Почет тебе и вечная слава!